Приветствую всех! Я продолжу вам показывать город Убболинген. Здесь вот забор украсили, как волны. Убболинген удивляет своими особенностями. Вот, например, вот такой почтовый ящик. Это фирма, где чистят перья и делают всякие одеяла. В каждом городе есть замок, в городе Убболинген тоже. Есть очень симпатичная декорация на окнах. Вот подвальное помещение украсили таким образом. И здесь вход. В этом замке кто-то живет. Все приват. Представлены всякие огородные травки, мята, укроп, сельдерей, бассейн овес. Другие злаки, бобы, фасоль, кукуруза, сельскохозяйственная культура. Небольшие экземпляры садовых кустов. Смородина, малина, клубника. Нет, не клубника. Вишня, крыжовник. Готель для всяких букашек, таракашек. Здесь очень красивая, красиво украшенная крыша. Черный Эмма. Не знаю, как на русском. Это злаки, которые, я не знаю, как называются на русском. Дынькль. Бинкль. А вот это пшеница. Абрикоска тоже здесь есть. Я абрикосы очень с Украиной ассоциирую. Персики. Здесь этот огород в таком цветочном обрамлении с лекарственной ромашки. Везде керамические скульптуры. А вот это космея многолистная. Здесь друг моего, Алекса, продает продукцию своей фирмы. Говорит, хотите попробовать? С благодарностью отказывается. Все цены, которые вы получили. Керам тоже хорошим мужчинам, если женщины не любят. Керам очень хорошо. Керам очень хорошо. Все открыто. У нас есть многое. Они хотят все, что они хотят. У нас есть все. Здесь рядом стоит очень симпатичный самогонный аппарат. Он нагревается деревом. Покажу вам город Иваленген еще сверху. Это автовокзал. Здесь это транспорт, эти цветные автобусы движутся как на каком-то стенде. Вот здесь мы движемся ближе к центру города. Центральная парковка. Городская стена. С другой стороны высокая городская стена, зеленая зона и обыкновенные жилые дома. Городская стена. Городская стена. Городская стена. Городская стена. Городская стена. Городская стена. Вот для чего можно использовать старую ванну. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok На Боденском озере сейчас очень много яхт. Не яхта, а парусников. Перчик, помидорки. Все это вдоль забора. Розмарин. Здесь мы вышли опять к какому-то прессу. Наверное, в каждом городе Боденском есть пресс. Похож на наш Равенсбурга торг. Здесь есть вот такая юморная табличка. Существует два сорта местных вин. Первый и лучший зовется щавель. Он немного вкуснее уксуса и перекашивает рожу только слегка. Второй называют вино на троих. Он более едкий и намного кислее уксуса. А называется так, потому что два человека держат того, кто его должен употреблять, когда в это время третий заливает вино в рот. Этот винный пресс мне напоминает наш Равенсбурга торг. Такой, наверное, есть в каждом Боденском городе. Это еврейские надгробненные камни, которые были найдены и вмурованы в эту стену. Везде под замок стилизированы детские площадки. Отдых на траве. Я села вот на лавочке. Вокруг такое благоухание цветов. И вид на Боденское озеро. Мы опять на этой выставке. Доброе. Это шпатце Золдвольф. Это айвар! Вокруг. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Будь со мной!